До 2024 года капитальные ремонты проведут в 545 школах Верхневолжья. Такое решение приняло региональное правительство, которое 19 января обсудило расширение государственной программы развития образования Тверской области на 2019 и 2024 годы. Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Федеральные власти понимают, что развитие школ это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне. Именно поэтому правительство страны приняло решение о выделении дополнительных средств регионам. Тверская область не исключение. Хотел бы поблагодарить прежде всего президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт школ Тверской области. Сегодня внесены изменения в части увеличения финансирования, это порядка 840 миллионов рублей. Общий объем финансирования государственной программы теперь составляет почти 33 миллиарда рублей. Ключевыми участниками проекта станут учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с населением менее 50 тысяч человек. Это 13 школ, расположенные в таких населенных пунктах Акфирово, Пена, Оленино, поселках Лыкошино и Хотилово-Балаговского района. При этом губернатор отметил, деньги пойдут не только на ремонтно-строительные работы, но и на техническую модернизацию. Мы видим, что сегодня очень высокая потребность в современном оборудовании, в переоборудовании классов, в создании таких проектов, как «Точка роста», как «Кванториум» для школ, которые расположены в муниципалитетах и в сельских, в том числе и в сельских поселениях. Всего в Тверской области в рамках нацпроекта образования до 2024 года капремонт пройдет в 545 образовательных учреждениях. В школах Верхней Волжи появится более 353 центров «Точка роста», не менее 12 школьных «Кванториумов» и центров IT-куб. В рамках модернизации закупят оборудование для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Ну и, конечно, продолжится полномерное развитие цифровой образовательной среды.